В районе посёлка Харьягинские строители приступили к ремонту моста через реку Колва в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Этот мост – единственная связующая нить между двумя берегами Колвы. Он был построен ещё в 1989 году и с тех пор здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. За 30 лет дорожное полотно сооружения изрядно прохудилось, трафик здесь плотный. К тому же через мост в основном проезжают большегрузы и другая тяжёлая техника. Помимо покрытия необходимо отремонтировать подъездные пути, несущие опоры. Общая протяжённость реконструируемого участка – 480 метров. Подготовительные работы в районе Колвинского моста начались в начале августа. Сегодня на объекте трудится 8 человек. Они готовят площадку для начала реконструкции основного моста. «Окрытие тоже будет ремонтироваться, то есть будет перекрытие движения по одной половине. И, соответственно, будет производиться ремонт по половинам моста, то есть в 2020 году и, соответственно, в 2021 году. Перекрытие движения по частям и ремонт верхнего пролетного строения». Сдать объекты должны осенью 2021 года. По словам подрядчика, работы будут вестись круглосуточно в две смены. Средства на ремонт Колвинского моста выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В настоящее время в рамках проекта на ряде объектов в регионе и его столице уже ведутся работы. «В настоящее время в рамках «Безопасные и качественные дороги» национального проекта городом заключён контракт на дорогу авиаторов. Мы сейчас видим, что приступили в этом году, будут выполнены тротуары и освещение поставлено. И на следующий год планируется выполнить асфальтирование. Но сейчас будет подготовка выполнена. Небольшие неудобства для граждан, конечно, есть в плане, что сужение на этом участке пока идёт до проезжей части. Но это временная мера, и там поставлены ограничения по скорости, ограничительные знаки. Пошли на это осознанно, чтобы не закрывать проезд». Также началась реконструкция автодороги Нарьинмар-Искателей, участка дороги Нарьинмар-Красная и дорожного полотна по улице Дружбы. Ведётся строительство первого и третьего участка трассы Нарьинмар-Усинск. Екатерина Дементьева, Алина Волучейская, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Алина Волучейская, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север».